Друзья, всем привет! Привет всем пользователям автомобильного портала Drom.ru И прямо сейчас вы увидите отзывы трех владельцев на три разные Mazda 6 Сегодня я сделал для вас интересную подборочку У нас будет Mazda 6, которая выпускалась с 2012 по 2015 год У нас будет Mazda 6, которая выпускалась с 2015 по 2017 год И у нас будет Mazda 6 совсем новая Три владельца, три независимых мнения Я задаю вопросы, они дают на них свои ответы И я не буду размазывать кашу по тарелке Давайте мы сразу перейдем к знакомству с владельцами Послушаем, что же они расскажут о своих автомобилях Поехали! И наш первый участник Алексей Знакомьтесь, Алексей, привет! Привет! Спасибо, что приехал! Привет, Дим! Рассказывай нам про автомобиль, какого года машина, какой мотор, какой пробег Машина 2013 год, пробег 104-500 на данный момент Двигатель 2,5 литра Какой ты владелец по счету? Я владелец на этом автомобиле уже третий Вот расскажи, пожалуйста, как ты его купил кратенько? Ты знаешь этих первых двух владельцев? Или ты просто покупал его через вторичку по объявлениям? Искал машину не по количеству владельцев, то есть два было максимум допустимо И основной фактор был живой кузов Плюс наличие, так скажем, подтверждения пробега Здесь машина полностью вся ослуженного официального дилера Вся электронная сервисная книжка присутствует Также и сейчас она продолжает там же обслуживаться То есть технически все устроило По кузову все устроило Крашенных элементов на автомобиле нету Поэтому выбор был очевиден То есть автомобиль был честный На момент покупки какой у него был пробег? Покупал я ее с пробегом 75 тысяч километров В каком году? В прошлом году, сейчас будет 6 числа год Ровно как я на ней езжу Вот, то есть ты ее купил по какой цене? Ровно миллион Ровно миллион рублей Так, вот ты купил автомобиль Какие-то вложения сразу были? Там ТО, масла, колодки? Сразу же для себя, да Я сделал межсервисную замену масла Посмотрели все узлы агрегаты Соответственно, обнаружено было запотевание На натяжителе ремня Ну, в принципе, оно из запотевания в течь Так и до сих пор не превратилось Это осталось на потом на замену Да и, в принципе, сразу было понятно Что тормозам конец Ну и сколько это первое вложение было? Ну, тормоза я не сразу поменял Первое вложение это просто масло фильтра Обстановка на учет Все, никаких вложений в автомобиле не было Почему все-таки ты выбрал Mazda До рестайлинговую версию? Ну, условно, она выпускалась с 2012 по 2015 год Почему не Kia Optima? Почему не Camry? Почему не Superb? Ну, объясни На тот момент, в прошлом году То есть, это было конец июля Начало августа Я уже знал то, что шестерка будет выпускаться Продаваться в рестайлинге у нас Ближе к концу года Соответственно, покупать предыдущий кузов То есть, не было смысла вообще никакого Потому что была бы потеря по стоимости Сравнивал с Optima Но Optima по надежности, опять же таки То есть, это автомобиль такой С задирами цилиндровыми И всеми вытекающими последствиями То есть, приобретаться было нецелесообразно Как все любят сравнивать с Camry эту машину То есть, ну, Camry совершенно другие эмоции Эта машина больше направленная на комфорт То есть, а эта машина динамичная Которая управляется, рулится, едет Это, по моему мнению, один из самых динамичных автомобилей И атмосферных именно И наш второй участник Это Дмитрий, знакомьтесь Димон, привет! Спасибо большое, что приехал Спасибо, что пригласил Рад, рад, рад Рассказывай, что у нас за зверь такой? Какого года машина? Какой пробег? Дай нам конкретику Зверь у нас 15-го года Пробег сейчас 106 тысяч километров До этого какие машины у тебя были? До этого из последних это был Chevrolet Cruze Chrysler Sebring был И был Opel Ну, русский не буду перечислять Их было много Машин было много, опыт большой Ты когда купил машину? В 15-м году В 15-м году То есть, ты ее купил новенькую И ты на ней все это время катаешься Слушай, ну, дай какой-нибудь краткий отзыв по автомобилю Почему ты вообще ее купил в 15-м году? Почему не Toyota Camry, не Kia Optimum? Разверни нам Хороший вопрос Почему не Toyota Camry? Toyota Camry смотрел Ходил Обозревал ее, скажем так Визуально она мне больше понравилась Потому что она более молодежная Скажем так На то время, когда я покупал Мне было чуть поменьше, чем сейчас Хотел себя молодым чувствовать Toyota Camry думал 40 если мне будет Потом уже буду смотреть Toyota Camry Плюс по динамике она пошустрее Чем Camry В принципе, когда купил Мне сказали Почему не Camry? Я сказал Вот потому не Camry Потому что купил Mazda Больше понравилось И так далее У нас мотор стоит 2,5 литра 2,5 Сколько у тебя примерно Средний расход топлива? Ты вот катаешься Москва Московская область Что получается? Средний расход топлива На сотом бензине Сейчас у меня Показывает компьютер 8 литров 8 литров Да А за время владения С 15-го года По сегодняшний день 105 тысяч Какие-то вложения были по автомобилю? Вложения были Я только делал Крышку цепи ГРМ Это вот из того Что я потратил деньги Все остальное Мне делали по гарантии Это меняли тормозные диски Мне их поменяли 5 штук Тормозные диски? Ой, не диски Колеса Да, у меня облазила краска Поменяли 5 дисков Не понял, как это 5 Их 4 5 раз меняли? У меня они по одному Облупались И мне их по одному меняли Это было 5 раз Потом по гарантии Еще раз мне поменяли У меня базы стоят Колонки Они захрипели В передних дверях Мне их поменяли Без проблем Все сделали Руль не облазил? Слава Богу, нет Зеркала на складывание То есть, в принципе У Мазды есть набор Болячек Про которые Знают владельцы Здесь ряд этих болячек Повторяется И наш третий участник На новенькой Мазде 6 Вадим Вадим, привет Большое спасибо, что приехал Ну расскажи нам, пожалуйста Что у тебя под капотом Когда купил автомобиль Купил в марте Под капотом у меня 2 литра 150 сил Обычный Skyactiv Комплектация какая у нас? Актив И пакет первый Пакет Сколько этот автомобиль Стоил в марте? 1.629.000 по прайсу По прайсу Ты его забрал Плюс-минус Я его забрал На самом деле Я его забрал За 1.700.000 С копейкой Но там были допы Там было много допов По машине Вадим Почему ты выбрал Мазду 6? Почему не Camry? Почему не Optima? Вот вопрос стандартный Ответь на него ты Да Я выбрал на самом деле Между Маздой И Optima И выбрал именно Мазду Потому что у меня до этого Была Мазда 3 И меня все в принципе Устраивало После нее я сел в шестерку И охренел вообще От комфорта Кию отбросил Потому что Ну просто сел в салон И она сама отпала Потому что в Мазде Ну гораздо комфортнее Гораздо приятнее находиться Поэтому выбрал Вот что тебя по внешнему виду Автомобиля притягивает Вот есть какие-то такие вещи Какие-то тонкости Может быть Какие-то детали Которые ты говоришь Блин Вот нравится мне Да конечно Решетка радиатора Охрененная Просто Вот в последнем поколении В последнем рестайле Она просто изумительная И фары передние Тоже очень классные Фары здесь стоят диодные Да В вечернее время В ночное ты катался На автомобиле Как дорогу освещает Достойно? Да Катался Просто отлично Все видно Там И слева И справа То есть освещает Идеально Как по мне С какого автомобиля Ты пересел На эту Мазду Я ездил На предыдущем кузове На шестерке GH В комплектации Спорт Двухлитровая С комбинированным салоном С Бозе Ну предмаксимальной Комплектации Ага То есть у нас получается То есть ты с Мазды Пересел на Мазду А сколько ты отъездил На той машине? На той Мазде Я отъездил Два с лишним года Порядка Шестидесяти тысяч километров В принципе Есть с чем сравнить Конечно машины Небо и земля Совершенно разная То есть разница чувствуется? Абсолютно разные автомобили А у той Мазды Были какие-то серьезные поломки На момент эксплуатации? Серьезных поломок Никаких не было Были стандартные болячки В плане тормозов То есть закисали Задние суппорта Полная переборка Обслуживание И передние Все в принципе Болячки примерно одинаковые Как и с этим кузовом Тормоза тоже ни о чем были Тоже менялись по несколько раз То есть за два года Я поменял передние тормозные диски Колодки дважды С полным обслуживанием Переборкой Ну и расходные материалы То есть все опять же таки Ролики, ремни, масла Я всегда делаю Межсервисное обслуживание Семь с половиной тысяч Поэтому много не накатываю Пересаживаясь на этот автомобиль Ты отправлялся там на трассу Покатался Вот расскажи пожалуйста Ты уже год поездил на автомобиль Как тебе вообще в целом Зимой, летом Вот некоторые говорят Низкие автомобили Цепляют длинный автомобиль Вот у тебя по ощущениям Что ты можешь сказать? Ну смотрите Опыт по эксплуатации Низких автомобилей у меня был И гораздо ниже чем эти То есть автомобили были На колловерах Предыдущие три Там Honda Civic 1 Honda Civic 2 BMW 39 Кузов на колловерах То есть здесь Эта машина для меня Она сейчас в данный момент Даже высокая Живу за городом Мне этого клиренса хватает Дим Покупай автомобиль Ты пересаживаешься в Chevrolet Крусту Напомню нам Какие были первые ощущения Автомобиль D-класса Японец Что ты почувствовал? Почувствовал Если честно Кайф Я когда сел в эти кресла Там Ну На мою спину Очень удобные кресла До этого у меня Такого не было Плюс Я к ней привык Буквально Как выехал из салона За минут 10 Я ее все Я ее почувствовал Я сказал Это моя машина По управляемости Как тебе автомобиль? Как работа подвески? Вот если сравнивать О том То что ты катаешься По идеальной дороге За городом Зимой Управляемость у нее Отличная Говорят Мазда Это японский БМВ Вот Ну жесткость есть Она на 19 колесах Естественно Все какие-то там Если ямы Ухабы Это чувствуется И это Ну Нужно их проезжать Как-то медленно Не знаю Только так В принципе Все устраивает Слушай Я обратил внимание То что у тебя детское кресло Ты сейчас его убрал И у тебя при этом Еще идет люк Собственно Когда я сажусь Перед назад Здесь действительно Места маловато Но вот как вот Ребенок передвигается Там жена наверное Садится сзади Они не жалуются По месту Места здесь Вполне достаточно Ну из того что я отмечу Это низкий проем крыши Не очень удобно Там ребенка сажать А так Места в ногах В принципе хватает По шумоизоляции Как тебе автомобиль? Я привык Я не ездил На премиальных брендах И мне просто Сравнить не с чем Это от жары Резиночки Она засохла Нет Это от жары Она когда жарко бывает Там их смазывают Слушайте друзья Я как бывший владелец И вот я сейчас Передвигаюсь на автомобиле BMW Я могу сказать так Что Дмитрий полностью прав Что автомобиль По управляемости Японский BMW Действительно Очень острая машина Очень хорошо стоит на дороге Но вот К шумоизоляции Вообще К качеству отделки С точки зрения Веса автомобиля Двери все очень легкие Открываешь Это уже тяжелое А это уже А ты что сделал с ней? Я сделал шумо-виброизоляцию Так как здесь Базы колонки Они здесь Басовые Во-первых Чтобы утяжелить дверь Сделал И чтобы звучание Было музыки лучше Я чуть заморочился Почувствовал разницу Ну во-первых Дверь тяжелее Сразу Дверь чувствуется Конечно Музыка сразу другая стала То оно как из бочки играло Сейчас и звук хороший На дальнее расстояние Передвигался Скотт на автомобиль Постоянно Куда ездишь? Воронежскую область 700 километров Бывает и 2000 километров Сажусь и еду От машины устаешь По приезду? Вообще нет Вот 700 километров Выхожу Я делаю всего одну остановку 700 километров Я проезжаю Где-то за 6 6,5 часов Это вот с одной остановки Выхожу И пошел по своим делам Сегодня выходной день Мы находимся Возле парка Народу просто резко Бац И стало прибывать Поэтому мы не отвлекаемся Но продолжаем Вадим Ты у нас самый молодой водитель У тебя пробег на автомобиле 11 тысяч километров Вот сколько тебе дилер Насчитал каску Когда ты покупал автомобиль? Мне насчитал дилер Полную каску Сначала 212 тысяч Но это к тому Что у меня еще не было Трех лет стажа У меня было 2 там с хвостиком Поэтому так много Но я взял Угон тотал Только за 38 В принципе нормально Отличная цена У тебя сейчас 11 тысяч Какие-то косяки По машине были Заводские изначально То, что ты купил И что-то там Тебя можешь Заскрепило Запищало Да, кстати Закрепило Запищало Панель Вся Первый раз Когда она нагрелась Когда плюс 30 Ударила И я выехал на работу С утра И я в шоке был Просто от того Что все ходит ходуном Но на самом деле После первого Второго Третьего Нагрева уже И все исправилось И более-менее Сейчас все сбито нормально То есть Видимо притерлось Стекло лобовое Я смотрю У тебя разбито У тебя прилетел Камушек Правильно? Да У меня прилетел Не камушек А булыжник Просто размером С кулак Из-под фуры На трассе Ну Но в любом случае Отмечу Что лобовые стекла Да вообще В принципе На всех автомобилях Особенно на японцах Они всегда Почему-то изначально Очень мягкие То есть Стоит вам поставить Какой-то альтернативный вариант Аналог Он будет Поинтереснее смотреться При этом У тебя стекло лобовое С подогревом С подогревом зоны щеток С подогревом зоны щеток Сколько тебе назвал Дилер официальный За замену стекла Вместе со стеклом И с работой Около 50 тысяч рублей 50 тысяч А на стороне не считал Сколько получается? Нет На стороне не считал Но я пробовал узнать Но пока что Из тех, кого я спрашивал Даже не знают Где взять еще стекло На последнее поколение Алексей Ты у нас человек женатый У тебя есть ребенок Как вам Как семейный автомобиль Хватает багажника Хватает места В салоне Слушай, Дим Но на самом деле По багажнику Претензии есть Уровень высоты Именно Багажника Да Хочется положить туда Запаску В виде докатки То есть Чуть-чуть опустить пол Как раз таки Вот этих вот Пяти-семи миллиметров Их реально здесь не хватает Действительно Как бы Если что-то На дальняк вести Какие-то длинномеры Какие-то такие большие вещи Некомпактные То есть Конечно Багажник Он неудобный Тем более Если я езжу в магазин С коляской С ребенком То есть И там Шесть-семь сумок набираешь Соответственно Уже Багажник все Забит Его просто Попросто нету Шесть-семь сумок набирает Хорошо живет товарищ Шесть-семь сумок Багажник у нас Если мне не изменяет память В районе Ну почти Пятьсот литров Ты передвигаешься На дальней расстоянии Ты много чего водишь По своей основной работе Как тебе вообще Места хватает Или Иной раз Что-то нужно еще накинуть Но никак Я открываю сидухи И накидываю все что нужно То есть машина В этом плане Тебе не подводит Нет Все устраивает Мысли о том Чтобы купить кроссовер Там паркетник Пока не хочу Не хочешь Говорю всем Почему не кроссовер Он еще пока Не вырос для него Вадим Расскажи в целом Как машина Как машина На трассе Зимой ты уже покатался Что тебе автомобиль Какое вообще впечатление Первое После Мазды трешки Да После трешки Она сразу скажу Менее юркая То есть трешка Она поменьше Как-то поманевренней Но разница На самом деле Не такая большая Управляемость Отличная На дороге Стоит идеальная То есть я На работу езжу На 130 по Новорижскому И она чувствует себя Отлично Ни разу не кренила То есть не заносила Никуда все было прекрасно Слушай У тебя колеса стоят 17 У всех у нас Других участников Были 19 Вот отметь Пожалуйста такой момент Вот ты когда катаешься По каким-то неровностям Как тебе машина Жесткая Или Жесткая Ну в меру того Что она японка Но С той же трешкой Допустим сравнивать Гораздо мягче Гораздо комфортнее В салоне По месту Ты катаешься В автомобиле один Жена Дети Нет Чаще всего один Один Но багажника Тебе в принципе Хватает Загрузить Что там Перевести Какие-то вещи Бывает Да Я перевозил вещи Переезжал И какую-то мелкую мебель Там стол Перевозил Метр шестьдесят Отлично Влезло Убрал Спинки Задние Все прекрасно Был Леш Ну у тебя Интерьерчик Уже такой Старенький Присаживайся В автомобиль Вот этой частью В глаза Бросается Но тебе После того Как ты пересел С предыдущей модели Вот сейчас Как в автомобиле Свежо Или все равно Уже тоже чувствуешь Тоже старовата машинка Нет Конечно Чувствуется Тоже машина Двенадцатого года Выпуска Тем более После нее Уже вышел Рестайлинг И теперь Еще один Рестайлинг То есть Именно Больше всего Напрягает Торпеда Устаревший Дизайн Да То есть Плюс еще Она как-то Очень высоко Стоит Это единственное В принципе Что напрягает Но эргономика Она В принципе Достаточно Хорошая В автомобиле Все под рукой Единственное Бесит Когда надо музыку Выключить Надо тыкать сюда То есть Это прям Далеко В рестайлинге То есть Этот косяк Исправлен Уже Более удобно И громкость Регулировать И выключать звук Слушай Расскажи нам Пожалуйста О минусах Автомобилей Вот все говорят Вот Мазда Все классно Вы как владельцы Всем довольны Ну вот я например Знаю то что Здесь были вроде как Проблемы с мультимедиа Когда ты включаешь музыку С флешки Заглушил машину Зачем тебя Заново Проблема Грего трека Вот здесь Подлокотником То что Вот покажем Тоннель Вот это То что он весь гуляет Как бы в рестайлингах Это все Убрали Но вот Какие еще ты замечал Минусы Пошли Хлипкость сборки Как бы Японских автомобилей Она Кажется Имеет место быть И даже на новом кузове То есть я уже И сравнивал И смотрел То есть все равно Все скрипит По салону Есть сверчки Как на скорости Как на Каких-то там Лежачих полицейских На брусчатке На какой-нибудь То есть Скрипы по салону Они присутствуют Что бы ты ни делал В принципе Что бы ты там Не обклеивал Этой виброизоляцией То есть машина Полностью прошумлена Все равно И на скорости В ней шумно Полностью Да И с потолком И с полом Совсем все прошумлено Все равно Шум есть То есть особенно На скорости 100-120 Начинаешь ехать Все свистит Потому что нет Уплотнительных резинок Стекла тонкие То есть в рестайлинге Уже там двойное стекло сделали Здесь вообще тоненькое стекло На серединку его приоткрываешь Оно начинает вибрировать Ну Это в принципе Такие вещи С которыми можно жить В плане техники Машина самое главное Всем устраивает По интерьеру То есть Ну Я понимал на что я иду То есть здесь Сценник автомобиля Там миллион А на рестайлинг В тот момент Нужно было выложить Где-то порядка Миллион двести пятьдесят Миллион триста Это именно пятнадцатый год Ну 25-30 процентов Считай Под собрать Еще Планируешь еще Правильно на машинке Покататься Ну как минимум До 150 тысяч километров На автомобиле Я буду еще ездить Потому что Так скажем По финансовой ситуации Пока что не могу себе позволить Пересесть Либо хотя бы на рестайлинг На новый кузов Я уж вообще не говорю Поэтому В ближайшее время Буду ездить Ну а посмотришь Вот вообще на будущее Вот ты там Заработаешь Стараешься Зарабатываешь Раз готов купить автомобиль Какой будешь рассматривать Мазду будешь присаживать Я буду да Рассматривать рестайлинг Мазды Принципиально буду рассматривать Так скажем Рестайлинг Рестайлинга Который пошел От шестнадцатого года Уже с новым рулем Ну в принципе Там Большинство Косячков Уже было исправлено На этом кузове Вот Новую машину Ну я на нее смотрю Она мне вроде Не нравится Но Какие-то нюансы В ней есть Считаю самым удачным Кузовом Это вот Рестайлинг Который вышел в шестнадцатом году По интерьеру автомобиля Что нравится По интерьеру Нравится все На самом деле Гармонично Здесь лишнего Ничего нет Вот здесь они Как-то уже более Европейцев Что ли пошли Это Ну Опять-таки Про вопрос Почему не Камри Мне новогодняя елка Мне очень нравится Здесь все гармонично Лаконично Есть что-то Из фишек Вот Например Смотри Сейчас выходит Новый автомобиль Технологичный Где там Круговой обзор Появляется Еще что-то доработанное Даже вот На новой Мазде 6 Что-то уже появилось Есть какие-то Такие фишки Которых ты бы хотел Видеть в своем автомобиле Но их здесь нет Я бы хотел видеть Проекцию на стекло Полноценную Полноценную Да В принципе Круговой обзор Мне не очень нужен Пользуюсь зеркалами Мысли есть какие-то Смотри Ты уже получается Владеешь ей 4 года Подумываешь ли ты о том Чтобы ее продать И купить себе Что-то другое Думал Ну наверное Где-нибудь Через годик Уже буду детально Об этом думать Но если буду менять Скорее всего Останусь На этой марке То есть Приверженец бренда Будешь Да Твое видение Автомобиля Кто им должен владеть Я думаю Что этот автомобиль Скажем так Унисекс Он подходит И взрослым И взрослым Я видел И 50-летних И 60-летних Мужчины Смотрятся Очень нормально И девушки Смотрятся В этих машинах Лаконист Я думаю Он подойдет Каждому Кто хочет Быструю езду Комфортную Посадку Не знаю Место сзади Чтобы детей возить И так далее Я думаю Он всем подойдет Вадим Смотри У тебя автомобиль По сути В не самой Далеко богатой Комплектации Но при этом Здесь есть Все самое необходимое Ты покупая автомобиль Я дал ему чуть больше денег Как ты сказал Там были доп. оборудования В том числе И салон Перетянут Правильно Это же не стандартный салон Да Этот салон Мне перешивали Отелье При Дилере Что тебе по интерьеру Нравится Автомобиля Да в принципе Все Все удобно Единственное Что отмечу По эргономике Нет кнопки Мьют на руле И вот Искать вот этот Мьют Джойстиком Не очень удобно А остальное Все идеально Все под рукой Всегда Все удобно Все кнопки Нажимаются мягко Плавно То есть Прям отлично Вот скажи пожалуйста Ты катался на Мазде Трешки Пересел на шестерку Как тебе первое впечатление Вот действительно ли Ты почувствовал Что это седан Д-класса Что он Стал тише Мягче Комфортнее В управляемости Да Почувствовал именно Следующий сегмент Почувствовал Весь комфорт Но опять же Естественно Очень быстро Я про это забыл Когда Выше ста На трассе И почувствовал Из подарок Какой шум идет Но Так в целом Я думаю Что Сравнивая с конкурентами У нее достойным Равенем комфорта Слушай Все таки Ты можешь Какие-то первые минусы Уже отметить По автомобилю Что тебе прям Сильно Не понравилось Что там тебе Возможно Обзорность Либо еще Что тут есть Что уже прям Бросается в глаза Да Ну вот Как я уже сказал Что панель трещала При нагреве Ну вроде как ушло Стойкие Широкие Да Не самые широкие Конечно То есть Обзорность есть Но Она все таки Порезана Перед Перед Пешеходным переходом Приходится выглядывать Ну В принципе В принципе Это наверное Все из недостатка Все остальное Отлично Леш Нам с тобой Нужно сделать выводы Есть ли по пятибалльной шкале Оценить автомобиль С точки зрения надежности При условии Что ты будешь Планирует На нем поездить До 200 тысяч километров Сколько бы ты ему Поставил оценку Вот по всем своим Знаниям Ощущениям Владение автомобиля Слушай Ну Идеальных автомобилей Я считаю Что их просто Не существует У всех есть Какие-то свои болячки Поэтому В принципе Я бы поставил Наверное Четверку с плюсом Пятерку Конечно Нельзя поставить Вообще Ни одного Автомобиля У которого Пробег Свыше 100 тысяч километров По пятибалльной шкале С точки зрения Надежности Не из твоего Опыта А из общего Ты же читаешь Про автомобиль Интересуешься Какую бы ты Оценку поставил Автомобилю Если его Рассматривать С пробегом До 200 тысяч Ну Вроде По отзывам Глобальных проблем По этой машине Нет Если Опять-таки же Повторюсь Вовремя Менять масло И лить Хороший бензин И Менять Вовремя Свечи Потому что Здесь очень дорогие Катушки Которые Нужно беречь Если не хотите Попасть на деньги Так В принципе Я думаю Пятерка Пятерочка Устроит Несмотря на то Что это у тебя Новый автомобиль По пятибалльной шкале С точки зрения Дизайна Управляемости Эргономики автомобиля Что бы ты ей поставил Наверное Четыре с половиной Точно По надежности Ты в любом случае Смотрел видеоролики Ты смотрел Отзывы других владельцев Читала в машине Как ты считаешь До 200 тысяч Что бы она заслуживала С точки зрения надежности Вот На попыте Ну Я думаю Тоже Четыре Четыре с половиной В принципе Агрегат надежный И при должном уходе В плане технической части Она Не напрягает Вообще То есть Это Чисто мой Такой Вопрос По обслуживанию Именно межсервисного Я просто считаю Это правильным То есть Лишние Четыре-пять тысяч Рублей Потратить На масло На фильтра Раз в семь с половиной Тысяч Это нужная вещь Потому что Здесь Сложен технологический Мотор Эктик Он любит Свежее масло И хороший бензин Это необходимо По моему мнению В принципе Каким-то нюансам Техническим Машина не напрягает И вложений Серьезных Вообще В целом Не требует Я тебя понял Спасибо большое Что ты рассказал Про свой автомобиль Было приятно Пообщаться По внешнему виду По интерьеру По своим ходовым Качествам Вот как автомобиль Именно рассматривать Что бы ты ей поставил Пятерку Мне она очень нравится Визуально Я просто С нее тащусь Скажем То есть друзья Смотрите Вот пожалуйста Мы стараемся Делать все честно И объективно Приезжают люди Я задаю ему вопросы Я не берусь С ним спорить Ничего обсуждать Я у него спросил Он ответил Поэтому вот такой Получается у нас отзыв Дим Спасибо тебе огромное Что приехал Рассказал нам О своем автомобиле Каждое ТО Обходится в среднем 15-20 тысяч рублей Ну такую среднюю цифру Назову Как ты считаешь Для такого автомобиля Это много Мало Нормально Нет Это как раз Нормально Я считаю Обслуживать будешь Раз в 15 тысяч Или раз в 7,5 тысяч Пока что раз в 15 По крайней мере До 30 А там уже посмотрим Я тебя понял Спасибо большое Было очень приятно С тобой пообщаться Надеюсь Твой отзыв Будет полезен Спасибо Ну что ж Вот таким получился Этот видеоролик Делайте ваши оценки Объективно Не объективно Пишите ваши комментарии Что нужно добавить С точки зрения Конкретики Чего бы вы хотели Услышать Ведь именно по вашим комментариям Мы будем записывать Следующий видеоролик И там мы их будем учитывать У меня на этом Пока что все Ставьте ваши лайки Ставьте ваши дизлайки Высказывайте ваше мнение Полностью До новых встреч Всем пока Пока